И что сквозь бесе изменят крылья, Небеса будут стой, но дамят себя отца, Земля же зарадуется, да празднует же мир, Видимы же вещи невидимы, И что-то устает сирие вечное. Искусство – это служение и радость. Философ Иван Ильин. Библия нам говорит, что первое было слово, А слово – это значит звук, А вот звук – это и есть уже музыка. Музыка – моя любовь и судьба. Станислав Савари – концертмейстер, Народный артист Украины, 65 лет на сцене, Профессор, заведующий кафедрой Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева. Подготовил более 600 музыкантов, Которые работают во многих странах мира. Если верить в то, что музыка – это божий промысел, То о Станиславе Витальевиче Савари можно сказать, Что он и музыкант, и педагог от Бога. А иначе тогда кто с детства на его пути Расставлял свои опознавательные знаки, Помогал преодолевать, казалось бы, непреодолимые? Вот это мой родной инструмент. Черно-белые клавиши. Теперь уже взрослым человеком, я думаю, Что, наверное, и жизнь у нас такая? Черное-белое. Бывают какие-то тяжелые моменты, минорные, Но видно, что белых больше, мажорных больше. Пианино – это для музыканта не только собеседник, Это, можно сказать, часть меня и других пианистов, Которые всю жизнь сидят возле этого инструмента. Лично я с самого рождения был приобщен к фортепиано, Потому что, к счастью, мой дедушка Станислав Львович Савари, Бухгалтер, играл хорошо на пианино. И у нас, ну, как бы, сложилась такая традиция, Меня вот сюда усаживали на крышку, я ножки свешивал, И меня кормили кашками, супчиками, а дедушка играл. И я кушал, и улавливал звуки, и было хорошее у меня настроение. Я прикоснулся к пианино после очень серьезной болезни, Когда я должен был умереть, заболел полиамилитом в два года. Вот. И тогда у меня был удивительный контакт со святителем Лукой. Он был тогда в Ташкенте заведующей кафедрой медицинского института. Это воина Ясенецкий, знаменитый такой. И меня ему показали в таком беспомощном состоянии. И это замечательный такой церковный деятель, Можно сказать, святой человек, который спас тысячи людей от гангрены. Это его была центральная такая лечебная тема. Вот. Но он во всех областях был специалист. Он меня так помял, помял, пощупал. Ну, что я там был тогда, как кусок мяса такой неоформленный еще, Потому что паралич меня разбил. И сказал, что маме моей... А маме было всего 19 лет. Она была очень молоденькая. И он сказал, доченька, ты крещеная? А мама говорит, да. Ну, отнесись к этому, он говорит, сознательно. Вот Господь дал тебе его. Ну, Господь хочет тебя у него забрать у тебя. Так что ты не переживай и не мучайся. Ну, пусть все идет естественным путем. И все же молитвы святителя Луки о маленьком Стасике возымели свое действие. Нашли под Саратовом травницу, которая оказалась гениальной просто женщиной. Да, она меня вываривала в кипятке, в травах, в кадушке такой. Но эта мне процедура напоминала, как в коньке-горбунке. Сначала молоко кипяченое, потом молоко растуженное. И вот я эти процедуры прошел. И действительно, у меня восстановилась и правая нога, и руки. И то, что мне позволило уже начать заниматься на фортепиано. Начал я заниматься на фортепиано в очень тяжелые годы. С 42-го года. Это был разгар войны. И сейчас я, когда вот работаю со студентами, я спрашиваю у студентов, ты хорошо кушаешь? Да, хорошо кушаешь. А родители тебе помогают? Помогают. А у тебя есть пианино? Да, есть пианино. А что ж я, говорю, так слабо занимаешься? Она умолкает. А я начал восьми лет. Вот здесь у меня стояла коптилка из гильзы была сделана, пулеметный такой. Вот она давала такой вонючий и маленький огонечек. И вот он так вот шел по клавишам. Тут вообще ничего не было видно. И вот я все равно занимался. В 16-летнем возрасте, еще до окончания музыкальной школы, Станислава Савари принимают консерваторию. А после блестящего окончания ее, перед ним новый выбор. Мне нужно было решить, а чем я займусь? Дело в том, что в музыке много разных отклонений. Можно быть солистом и играть одному. Можно просто уйти в педагогическую работу, не играть, а кого-то учить. Хотя это, конечно, очень обедняет человека, но все-таки вот так можно быть. А я выбрал себе специальность аккомпаниатора. То есть я начал сотрудничать с певцами, с инструменталистами. Вот это мне очень понравилось. Сначала я был не очень способный такой аккомпаниатор. И претерпел большую ругань и большие гонения. Но я нашел в себе силы проглотить эту ругань, эти гонения. И я нашел в себе силы увеличить количество занятий, подготовку, репетиций. Я это преодолел. И надо сказать, что где-то к 34 годам я уже почувствовал, что я могу и дать солистам. С 1968 года судьба и творчество Станислава Витальевича Савари связаны с Донбассом. Его, уже известного музыканта, лауреата всесоюзных конкурсов, преподавателя Ташкентской консерватории, приглашают только что созданный музыкально-педагогический институт в Донецке. Подлинным открытием для него стало то, что Донецкая земля – это родина Сергея Сергеевича Прокофьева. Я вообще очень горжусь тем, что у нас с Прокофьевым был один учитель. Сюда, в Солнцевку, проезжал Ренгольд Морецевич Глиер, когда был молодой еще, и занимался два лета подряд с молодым Прокофьевым. А когда я учился в десятилетке, то Глиер у меня вел уроки музыкальной литературы. Да, поэтому меня с Прокофьевым связывает нечто личное такое. Один педагог у нас с ним был. Не один раз приезжает с концертами на родину великого композитора Станислав Витальевич Савари вместе с музыкантами филармонического оркестра, прежде чем появился на этой земле мемориальный комплекс Сергея Прокофьева. Немалая заслуга есть в этом и его. В небольшой квартире семьи Савари необычайно уютно. Много картин. Они подарены хозяину дома известными донецкими художниками, в благодарность за минуты вдохновения, дарованные его талантом. Есть старая мудрость. Если хочешь лучше узнать человека, посмотри, что он читает. Здесь мы в этом убедились еще раз. Но в библиотеке Станислава Витальевича самая уникальная часть собрания – нотная. Для музыканта нотные листы, нотные сборники являются чем-то совершенно драгоценным. В руках у меня дореволюционные издания оперы Фиделио Бетховена – единственная опера этого замечательного композитора. Но старинные ноты не только ценные из-за того, что они давно напечатаны. Старинные ноты ценны для нас своим качеством печати. Дело в том, что их резали художники на цинковых медных досках, а потом с этих досок печатали. И именно из-за того, что это был такой трудоемкий процесс, сохранились сейчас доски с произведениями Баха, и до Баха, и после Баха. И надо сказать, что вот эти резанные ноты старинные, они очень хорошо читаются. Вот в чём их ценность. И по ним играть очень приятно. И потом сегодня, когда всё как-то упростилось, какой-то конструктивизм какой-то появился, и в печатании книг, и в нотопечатании, всё как-то стало такое деловое. Вот берёшь старинные ноты, вот «Снегурочка» Римского-Корсакова. Она выпущена, когда Николай Андреевич Римский-Корсаков был жив. Он был профессором консерватории. И когда берёшь ноты, такие в руки думаешь, а вдруг он их и держал, сам композитор. Да, вполне могло бы быть. И приятно читать и приятно осознавать, что прошёл век практически их издания. Они в такой чудесной сохранности. Значит, они были всё это время в руках людей, уважающих музыку и уважающих нотные тексты. В 2004 году библиотеки многих любителей музыки пополнились уникальной книгой «Двадцать шагов до рояля». Так назвал её автор Станислав Витальевич Савари свою автобиографическую повесть. Мой опыт артиста и концертмейстера как бы остаётся за кадром. И я подумал, сделаю-ка я книжку, где расскажу всякие мелочи из моей жизни. Как я обходил острые углы, как я добивался успеха, где я играл, для кого я играл, что я играл, с кем я сотрудничал. Чтобы эта книжка была каким-то манком для моих студентов, чтобы они тоже избрали такую профессию. И я думаю, что каждый специалист, он должен как проповедник, вот как Иисус сказал своим проповедникам, вы идите и обращайте в настоящую веру неверующих. Вот точно так, я считаю, мы, педагоги, должны и книжки писать, и работать, и беседовать, и кормить своих студентов, и целовать их, и благословлять, лишь бы они стали хорошими специалистами и продолжили наше дело. 65-летний опыт жизни в музыке, выдающегося исполнителя, народного артиста Украины, подтверждает открытия, сделанные нашими предшественниками, о роли музыки в жизни человечества. Музыка облагораживает нравы. Аристотель Когда играешь хорошую музыку, надо добавить к ней хорошее исполнение. И я точно могу сегодня вот сказать, по прошествии, что я на сцене уже 65 лет, 65 лет на сцене, я могу сказать, что гарантирую, нет, нету такой аудитории, которую нельзя было бы покорить. Ну, такой анекдотический случай. С народным артистом Украины Николай Семеновичем Момотом, нашим ведущим солистом оперы, мы приезжаем в Комсомольск-на-Амуре. Зима, минус 46 градусов. Идешь, все звенит, а из носа такие льдинки падают, да. Но у меня кожух был, поэтому можно было терпеть. И вот нас привозят в ПТУ на концерт. А у нас афиша. Оперный певец, арии, романс и все. И директор трясется и говорит, вы хотите петь арии? Мы говорим, ну да, мы же оперный певец, серьезная программа. Она, вы знаете, у нас такая столбия ребятня, что они могут не принять. Я боюсь, очень стесняюсь, они могут сорвать концерт. А я говорю, Николай Семенович, давай сделаем хитрый такой шаг. Мы начнем наш концерт с руссконародной песни. Вижу чудное Приволе, вижу реки и поля. А там у него есть высочайшие ноты, и он их потрясающе берет своим колоссальным оперным голосом. И на всех это производит незлодневые печали. И мы, знаете, а зал забит, огромный зал, и такой котел бурлит. Там какие-то вопли, какие-то визги, кто-то друг друга щекочет, подкалывает. И вот мы эту песню. И Николай Семенович, как дал эти ноты. Они просто обомлели, вот так обомлели. И такая пауза. Я смотрю, директриса стоит, белая, вот как моя стена, ждет. А я тут не даю им опомниться и кричу. Ну что, кричу, вот так с пальцем показал. Ну что, вам нравятся они? Да! Тогда восемь арий, послушайте. И мы как восемь арий выдали. И директриса потом говорит, это чудо. Это Бог послал. Это чудо. Я никогда не ожидала, что они так примутую в вашу музыку. Мы говорим, ну вы же видели. Было так было. Новая книга музыканта будет посвящена истории рода Савари. Она совершенно необычна. Корни его во Франции и Польше. Есть среди его предков и люди, вошедшие в мировую историю. О герцоге де Савари писал Анаредо Бальзак. А Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» рассказывает о его тайной встрече с русским императором Александром I по поручению Наполеона Бонапарта. Кто же он? Жан-Мария Ренесса Вари в качестве личного адъютанта Наполеона участвовал в большинстве наполеоновских войн и отличался выдающимся мужеством. Ну а потом, когда Наполеона свергли, и это нашего предка арестовали, сослали на Мальту, потом он с Мальты убежал в Турцию, потом скрывался долгие годы, говорили, что наша семья переехала в Польшу. И вот из Польши уже пошло. И вот есть уникальная фотография 1862 года. Вот это внук этого герцога, а это его молоденькая жена, немочка, значит, Молли Фердинандовна фон Каммаршпут. Ей здесь всего 19 лет. Часть потомков герцога де Савари осели в старинном русском городе Владимире. Семья очень любили музыку, часто устраивали музыкальные концерты. Душой дома был, конечно, рояль. События 1917 года резко изменили размеренный ритм жизни семьи. Спасаясь от голода, она бежала в Среднюю Азию, в Ташкент. Недаром его называли тогда Хлебным городом. Здесь в 1934 году и появился на свет Станислав Савари. 40 лет судьбы музыканта связаны с нашим краем. Его творчество стало выдающимся явлением в культуре Донбасса. Может быть, потому, что в нем воплотились изысканность его французских и польских предков, восточная экспрессия его малой родины, динамизм и мужество Донбасса. Все так же легко бегут по клавишам пальцы музыканта. Плывет на донецком музыка в невремени, открывая нам вечные истины. Игра на фортепиано, движение пальцев, исполнение на фортепиано – это движение души. Антон Рубинштейн Антон Рубинштейн Антон Рубинштейн Искусство – это служение и радость. Философ Иван Ивьин Библия нам говорит, что первое было слово. А слово – это значит звук. А вот звук – это и есть уже музыка. Музыка – моя любовь и судьба. Станислав Савари – концертмейстер, народный артист Украины, 65 лет на сцене, профессор, заведующий кафедрой Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева. Подготовил более 600 музыкантов, которые работают во многих странах мира. Мы продолжаем нашу встречу с человеком необычайной, удивительной судьбы. Подумок легендарного герцога Савари де Равиго, сподвижника Наполеона, он родился далеко от Франции, в Узбекистане. Мужественно преодолевая все испытания судьбы, сегодня Станислав Витальевич Савари – гордость и неотъемлемая часть культуры нашего многонационального края. Пожалуй, единственный в стране концертмейстер, удостоенный самого высокого звания – народный артист Украины. Кафедра концертмейстерского искусства Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, которую профессор Савари бессменно возглавляет уже много лет, занимает ведущее место в музыкальной жизни Украины. Познавать секреты фортепианной игры сюда приезжают студенты и из столицы, и из многих зарубежных стран. Я как-то, сидя дома, посчитал, что начал преподавать с 52-го года. Безумное количество лет. И до сих пор, представьте, я краснею за своих первых учеников, потому что их я не мог ничему научить. Они посещали занятия, я посещал занятия, мы сидели за роялем, о чем-то разговаривали. Я им очень много играл на рояле, они меня не понимали, и мы расходились, не поняв друг друга, а их зачеты для меня были сущим наказанием, потому что они не могли ничего продемонстрировать интересного. И только самообразованием, изучением огромного количества методической и специальной литературы, посещением опытных педагогов, вот это для меня было как у Горького, моего университета, так и для меня тоже. Я ходил, и будучи уже известным артистом-концертмейстером, я ходил к педагогам, которые мало играли, боялись играть на эстраде. И когда я приходил к ним в класс, они говорили, зачем ты к нам пришел, ты такой величайший концертмейстер. А я говорю, а я преподавать не могу, я хочу научиться, как преподавать у вас, потому что ваши студенты все прекрасно играть. И я хочу сказать, что на это у меня ушло 10 лет. Да, чтобы я почувствовал, что вот пришел ко мне ученик, я ему поставил ноты, пришел солист, я с одного урока могу так наладить, что они могут уже идти на сцену. Это, конечно, очень большой опыт, это и есть профессионализм. Ученики мне дали возможность самосовершенствоваться и почувствовать себя нужным, потом полезным человеком для них. Сегодня можно по праву говорить о школе исполнительского искусства профессора Савари. Его метод заключает в себя талант и опыт педагога, высокое профессиональное мастерство и еще один компонент, который отмечают его нынешние студенты и те, кто учился у него много лет назад. У Станислава Витальевича я занимаюсь первый год, и за это время я этого человека узнала с очень хорошей стороны, успела к нему привыкнуть. Он на уроках дарит свою заботу, теплоту, от которой можно получить только от самых близких родных людей. И я на самом деле очень рада, что я попала в класс именно к этому человеку, потому что он настоящий профессионал своего дела. Это комплекс всего. Во-первых, он человечный и умеет подойти к данный момент с таким, как говорится, таким способом, таким методом человеку, что он потянется к нему, раскроется. Кроме того, обязательно ему поможет теоретически и практически. Ну, мне в частности. Я была студенткой, и когда-то не очень уверенно сыграла в концерте, он подошел и сказал, а ты сыграл великолепно. Это значит, у меня перспективы. И я не расстроилась после этого. Почему? Потому что этот человек дал мне уверенность, что в будущем все у меня будет хорошо. Так и случилось. Мне очень сильно повезло, потому что я попала именно в класс величайшего педагога Станислава Витальевича Савари. Почему? Потому что этот человек с богатым жизненным опытом, а также с богатым артистичным опытом. Он помогает студентам раскрепоститься, помогает почувствовать себя настоящим артистом, так как это очень важно при работе концертмейстером, чтобы быть уверенным в себе на сцене и не подводить исполнителям. Уроки, которые проводит Станислав Витальевич, очень теплые, очень домашние. Атмосфера царит настолько уютная, что просто забываешь обо всем и окунаешься в мир музыки, который он также превосходно может преобразить. Учится у тех, кого любят. Геты. Научная деятельность Станислава Витальевича Савари давно признана в музыкальном мире. Еще в 1994 году он совместно с Татьяной Ивановной Кирилевой написал книгу «Композиторы Донбасса», которая стала настоящим открытием музыкальной культуры нашего края для всей Украины. Его личность, надо сказать, такая огромная и в нашем постмодерном искусстве и времени, в новом времени, занимает достойное место. И я считаю, что именно такие люди, современные, в великом смысле этого слова, должны быть во главе кафедры и помогать молодым людям развиваться, совершенствоваться. Я очень рада, что мы знакомы с Станиславом Витальевичем вот на протяжении многих десятилетий. Сотрудничаем с ним. Мы вместе с ним и отдыхали. Много есть у нас каких-то общих моментов, которые можно обсудить, над чем-то посмеяться, с чего-то погрустить, к чему-то посочувствовать. Я всегда поражалась огромным оптимизмом Станислава Витальевича. Это человек, который, несмотря ни на что, всегда полон энергии. Всегда он в такой действенной форме. Даже когда у него были проблемы, были переломы ноги, он в это время сидел и писал книги. Знаете, это действительно подвиг, который не каждому под силу. А Станислав Витальевич, несмотря ни на что, никогда не жаловался. Он сидел, всегда работал. Это качество настоящего большого человека. И здесь, конечно, сказывается то, что он занимается музыкой. А музыка всегда поддерживает, музыка всегда ведет. И вот этот огромный оптимист Станислава Витальевича, конечно, он заражает всех, кто с ним общается. Весь свой опыт он еще умеет обобщить в научной деятельности. Работы, вышедшие из-под пера Станислава Витальевича, они пользуются огромным успехом не только среди преподавателей-студентов нашей консерватории, музыкальной академии сейчас. Я знаю, что и во Львове, и в Одессе, и в Харькове с удовольствием читают эти работы. Эта фигура, которая, конечно же, сейчас находится на такой вершине, может быть, своего авторитета. Я, конечно, желаю Станиславу Витальевичу, чтобы это продолжалось очень долго еще. И буду счастлива, если ты будешь вместе с нами. Многие годы творческая дружба связывает Станислава Витальевича Савари с Алиной Николаевной Коробко. Вначале как преподавателя и студента, затем концертмейстера и исполнителя, а ныне они коллеги. Говорить о Станиславе Витальиче Савари мне легко, просто и где-то сложно. С этим человеком нас связывает сорокалетняя дружба, творческая дружба, творческий союз. Он дал, безусловно, свои труды, свои плоды, потому что благодаря вот этому союзу и я, и Станислав Витальевич стали народными артистами Украинской Республики. Мы оба профессора и он, и я. Хотя я, по сути, себя считаю ученицей Станислава Витальевича и последователем в творческом понимании того, что мне подходит и что желает зритель. Я училась у Станислава Витальевича вот этому и общению, вот этому умению говорить и с научным сотрудником, и с школьником, и с колпозником, и с металлургом, и с шахтером, и с научной интеллигенцией, он найдет общий язык с каждым, а самое главное, он находит язык, общие общения с нами, потому что он играл со всеми. Хочется пожелать вам, уважаемый Станислав Витальевич, чтобы Бог вас хранил для нас, для всех, еще на многие-многие годы, чтобы он даровал вам здоровье. Я восхищаюсь вашим величайшим терпением в этих жизненных обстоятельствах, в этом, ну, кресте, который вы несете всю свою жизнь. Но вы настолько умеете скрыть свою боль, свое какое-то то, чего мы никогда не замечали, насколько вам тяжело, насколько вам трудно. Вы всегда вот легкие на подъем, вы всегда готовы пойти с нами на любую программу, на любой подвиг, и храни вас Господь в этом всем. В преподавательской деятельности Станислава Витальевича был небольшой перерыв. Когда ему предложили место главного концертмейстера областной филармонии, он с радостью согласился. Перспектива насыщенной концертной деятельности, гастрольных поездок оказалась весьма заманчивой. Сцены филармонии помнят не только блестящее исполнительское мастерство маэстро, но и его увлекательные лекции концерты, которые стали настоящей музыкальной энциклопедией для наших современников. Я до сих пор помню очень интересные программы, которые он создал вместе с нашими вокалистами, ныне уже ветеранами. Эти программы получили очень высокую оценку публики, слушателей. Играли мы с ним вместе в ансамбле старинной музыки со Станиславом Витальевичем. И звание первого своего заслуженного артиста в 81-м году он получил здесь. И от филармонии он ездил с гастролями практически по всей Украине, по многим городам бывшего Советского Союза. И вот сегодня он профессор Донецкой государственной музыкальной академии Ню Прокофьева. А вот связи чисто человеческие и творческие у нас сохранились. Наши отношения вот со Станиславом Витальевичем он постоянный слушатель наших концертов. Мы его часто видим в нашем концертном зале. И для артиста филармонии, да и для меня очень важно мнение его как музыканта о том, что он слышит то, что он видит на нашей сцене. Вот уже 40 лет культурную, а значит и духовную жизнь Донецка нельзя представить без дома работников культуры. Так же, как этот теплый дом без Станислава Витальевича Савари. Наша дружба началась с того, что Станислав Витальевич как удивительный концертмейстер вначале мы так узнали друг друга. Представлял нам своих студентов вначале, с которыми он работал. Затем солистов и прежде всего, конечно, международную артистку Алину Николаевну Коробкос, с которой он очень долгие годы работал как концертмейстер. Скоро исполняется уже 30 лет, как маэстро ведет здесь музыкальную гостиную. Каждая встреча в ней Станислав Витальевич готовится так тщательно, что они становятся сами по себе произведением искусства. Всех желающих побывать в музыкальном салоне Савари часто не вмещают в небольшой зал дома работников культуры. И тогда они переносятся в залы Донецкого областного художественного музея. Но и там часто яблоку негде упасть. Что же влечет сюда людей? Степень радости людей от общения в этой гостиной передать невозможно. То есть впечатление такое, что Станислав Витальевич вчера или сейчас минут 15 до начала встречи он общался с тем же Шопен. Он просто с ним пообщался, поспрашивал, как живется, что написано, что показать. Это потрясающее ощущение. Он выходит к нам и он излагает материал о композиторе, о человеке, о личности, о его окружении, о его семье. И не только, так сказать, высоко понимая значимость его в музыкальном искусстве, но еще и передавая такие детали, которые заставляют тебя вдохнуть и ты боишься выдохнуть, чтобы, не дай Бог, не пропустить ни одного слова, которое Станислав Витальевич несет вот с трибуны этой гостиной. У нас редко те, кто выходит к людям, задумываются, а что я им принес? Я смогу ли вызвать у них ответное состояние их души, той, которая вот тем материалом, который я знаю, хочу поделиться с людьми? А если бы я сегодня могла дать ему звание Героя Украины, я бы его дала с полной ответственностью, что это человек, который герой. Мы никогда не видим его в плохом настроении. Он прошел через испытания болезнями достаточно серьезными. И когда мы приходили к нему и садились в травматологии рядом с ним, знаете, нам было стыдно. Мы здоровые люди рядом с ним оказывались. И он нас поддерживал, наш дух, наше состояние. Он ни разу не сказал мне больно, мне плохо. Никогда. В жизни все меняется. Меняется правительство, меняются руководители, меняются наши взгляды, наши вкусы, меняются наши друзья, к великому сожалению. Еще очень много меняется. И единственное, что остается неизменным, это наш любимый Станислав Витальевич. Всю свою жизнь Станислав Витальевич Савари щедро дает себя людям. А известно, что дающий получает взамен вдвойне и втройне. Признание, радость совместного творчества, счастье быть первооткрывателем талантов. Такую нелегкую и интересную судьбу определил ему Господь. Бог – великий музыкант, Вселенная – клавесин. Мы – лишь смиренные клавиши в его руке. Николай Карамзин Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok